За святую Русь помолюсь Чтобы Божью нить пробудить Чтобы русский дух да не потух Почему? Пойдем дальше. Значит, когда-то у нас получилось как? Это то, что я сразу вспомнил. Мичурин никогда диссертации не писал. И его назначили академиком. Елизаров, чудо-аппарат, помните Елизарова? Гениальный, назначен академиком. Королев ракету создавал. Ему некогда было диссертации. И его назначили. Сикорский в Америке оказался. Его в шею. Знаете, кто самолеты? Зваликин в шею. Кто знает сейчас? В школе, я в сельской, деревенской школе. Еще, а я туда уехал в 11 лет. В 11, да? До 11 лет я уже знал фамилии Ползунова, Попова и Можайского. А у меня особая память. Ничего не помню. Я помню Ползунов, что это этот самый. Первый паровоз. Попов, первое радио. Можайский, первый самолет. Чихали на Ползунова, Попова и Можайского. И сейчас приоритет. А я, когда узнал об этом, я плакал. Понимаете, у меня так обидно было, что наши ребята изобретатели. А теперь я сам попал в эту компанию. Скоро здесь будет написано. Когда-то еще четвертая. Но это не все. Это просто как в Америке развивалось. Сикорские в Америку. А теперь вертолеты Сикорского, самолеты. Кто не знает, а? А телевизор мы чьи смотрим? А это радио чье слушаем? Вот так вот. Я почему все это говорю? Нам нужно, дело не во мне. Нам нужно вернуть детей на спортивные площадки. Потому что у них не развиваются половые органы, которые делают детей умными. А не вялыми, равнодушными. Я уже рассказывал про эти, не генетику уже, а просто про физиологию. Что ж тут непонятно-то? Мне стыдно повторяться опять про эти гениталии, которые преют 24 часа в сутки у детей. Хотя бы часть времени, чтобы они болтались. Мне неудобно рассказывать про эти, до чего можно 100 миллионов сперматозоидов. Чтобы один победитель дал ребенка. А их тоже 100 миллионов. А откуда они возьмутся-то? С опревших этих яичков. Уже криком кричу. Итак. Следующая тема, друзья. Сколько это я все, потому что, вот я как представил про эти двух мальчиков, что у нее двое детей. Она молодая, она какую-то часть работы свою будет выполнять фанатично, по 24 часа в сутки. Но ничего от этого не изменится, если она не узнает о том, что я сейчас говорю. За такими словами должна идти пропаганда. Это же ее часть работы. Вот это, Ирина Сергеевна. На стадион это. Школа должна начинаться с того, что... А это должен кто-то заявить с трибуны самой высокой. Караул, спасаем детей. Пока не поздно. Не смотрите на запах на Европу. Там процент геев растет и растет. Это тоже памперсники. Они раньше памперсники одели. И вот когда это станет официальной религией, заметьте, я скажу слово, религия. Она должна быть религией здорового образа жизни. Ну, не знаю как. Полыны отключили эти ящики, которые от меня слышали. Не знаю. Немножко о настоящей религии. Дело в чем. Ну, что такое слово фарисейство, вы, наверное, знаете. Свойства вследствие этого поведения личности, при котором наблюдается двойной стандарт моржальной оценки окружающей действительности, поступков других людей. Вот это есть фарисейство. То есть, значит, иерарх, вот такой крест на животе, вот такая борода на пупа. Вот. А все какие звания есть там, самый маленький это, митрополит, там иерархи, там эти, патриархи. И он целуется с президентом, целуется, да, который в этот день дал команду бомбить мирный город в 21 веке. Понимаете? Это фарисейство официально, как называется, патриархи. Ну, вы знаете, о ком я говорю. Вот. Если я назову города София, значит, Степанакерт или этот самый, или Донецк. Сотни убитых детей, я уж не говорю про все. И вот эти дети сидят перед вами, смотрите. Вот. А есть другая религия, которая, поклоняясь, вот, я верую, я, перед нами, кажется, Сызранский, этот священник, отец Алексий, я с ним дружу. Вы понимаете, дело даже не в нем, но посмотрите на это доброе лицо. Это настоящая религия. А на заднем плане сидят дети, смотрите, сколько их десятки. А потом они придут в школу, это самое, Сергей Сергеевич, Елена Сергеевна. Они придут в школу и им объяснят, что мы все вылезли, видим вот такое, знаете, маленькое меба, такое, знаете, существо, ну, похожее, первое на этих. Ну, а меба, может, плохо помнят, что это такое. Ну, как бы, это самое. Ну, понятно, что-то маленькое склизкое такое выползло. И очень быстро стало людьми. А есть еще душа у человека, да? И есть вещи, которые недоступны не то, что пониманию науки, а она уже, есть такое слово, закапсулировалась. Она не может вырваться из этого свода знаний. Они устарели так, понимаете? А священника не пускают в школу. А я бы как пустил в школу, я потом ниже подробнее объясню. Но пока общая канва. Не для того, чтобы он рассказывал эти самые, притчи из этих самых, из Библии и из священных книг. Поверно смеяться будет. Так уж вы же говорите. Те священные книги создавались для совсем других людей. Настолько безграмотных. Настолько, как сказать, еще, не то, что безграмотных, не одичало, как сказать. Настолько, там, помните, самое страшное, какое было, гореть в Евгении, вот тут гореть тебе, вот это сделать, гореть тебе, вот это гореть, гореть. Сейчас другое время, и в это никто не поверит. Нужна история религии. Я сейчас вам объясню, Сергей Сергеевич, почему это надо. Смотрите, вот эти дети первый раз попали в церковь. К сожалению, последний. Ну, обычный обряд крещения. Посмотрите на их лица. Это мои внуки. Это не то, что где-то я там искал, искал. Первый попал в фотографию. Посмотрите, какие они. И с этого момента, а им в садик, ладно, всё гениально, спора нет. Идёт прекрасное воспитание, идёт развитие детей. Я всё время удивляюсь, почему дальше-то это всё прерывается.